Здравствуйте! Сегодня у нас 3 сентября 2024 года. В Харьков я продолжаю свой видео дневник. У нас сегодня немного похолодало. Осень, всё. Уже сейчас с самого утра 22 градуса, а днём будет, по-моему, 27. Это максимальная температура. В общем, жары уже не будет. Хотя, кто его знает, в прошлом году, в октябре, было очень даже тепло. Ночь прошла. Накануне были взрывы, вечером. Ну, как вечером. Часов в 10-11. Взрывы были слышны в черте города. Мы уже как-то стараемся. Стараемся соблюдать спокойствие. Потому что иначе просто можно сойти с ума. Я уже даже как-то начинаю путаться, когда какие были взрывы, а сколько и как. Это всё, знаете, днём, ночью. Всё стало. Всё слилось воедино как-то. Ещё появился смог над городом. И очень сильный. Горит город. Горел. Ну, очень много куда были прилёты. Всё это горело. Всё из пластика. И, говорят, горят в области. Ну, тоже много чего горит. И леса горят. Это мне зрители, подписчики пишут из области. И рассказывают из разных населённых пунктов, что у них сильные пожары. И всё это, знаете, особенно по вечерам, вот по ночам. И не знаю, днём как-то. Да и днём уже несколько дней такой ощущается, как, знаете, во-первых, чистого воздуха нет, дышать нечем. Во-вторых, вот как туман какой-то. Я не знаю, но это не туман. Это такая дымка. И ярче всего это по ночам. Запах дыма, гари, вот чего-то такого. Непонятного. Вернее, понятного. Оно понятно, что просто так это ничего не проходит даром. Эти все взрывы, эти прилёты, это же всё, эти пожары, это же всё всё равно подымается в воздух и оставляет след. В общем, вот так вот вчера. Спасибо всем огромное за ваши комментарии, за слова поддержки. Держитесь всем, кому сейчас так же тяжело. Появились опять комментарии из разряда уезжайте, убегайте. Ну что же, вы сидите. Я уже говорила миллион раз, мы у себя дома. И как бы кому не хотелось, чтобы мы уехали, мы никуда не уедем. Поэтому вот такая вот история. Сейчас мы идём на рынок. Мы. Я. Я и вы. Мы идём на рынок, на барахолку. У меня подписчица попросила выкупить одну вещь. Я надеюсь, продавец сейчас будет на месте. Мы с вами сейчас пойдём и посмотрим, если будет, выкупим и отправим в другой город. В будний день, конечно же, не столько людей, сколько в выходной, когда я вам показываю. Очень многих продавцов попросту нет. В выходной. Там прямо до каскаду можно увидеть людей. До стадиона. А в выходной, конечно, не все приходят. Но есть люди. Есть. Барахолка работает каждый день, кроме понедельника. Сегодня вторник работает. Так. А сегодня его нет. И это очень плохо. И телефона у меня нет. По-моему. Что ж делать, а? Он обычно приходил по будним дням. Незадача. Привет. А у тебя нет, случайно, номера от этого Дениса, который на столике здесь сидит, не? А кто там сосед? Я думаю, что вряд ли. Ну, сейчас спросим у мужчины, но я думаю, вряд ли. Ну, где-то был номер. Так сразу и не сплюсь. В общем, телефон мне никто так и не дал, но я нашла его сама у себя в записной книжке. И, как оказалось, у меня все есть. Ну, договорились на субботу. Видите, сейчас очень многие люди по будним дням не ходят, потому что, ну, учитывая сложившуюся обстановку, участившиеся обстрелы. Да и вообще в будние дни, конечно, меньше людей и что-то продать. Хотя бывает в будний день, я помню вот раньше довольно, в будний день можно было что-то продать гораздо быстрее, чем в выходной. В общем, ладно. Прогулялась, сейчас как раз куплю какие-то ягоды, фрукты детям и побегу гулять с Амираном. Вот такая вот история. А почему брокколи? 160. А помидоры по чем? Помидоры 60, 50, 30 и 25 для сумки. Мы возьмем таких, на салат сейчас пойдут. Шестьдесят и сто. А перец почем? Желтый пятьдесят, красный сорок. Возьмем еще две перчинки. Или три, подождите. Это называется, пришла за ягодами или за какими-то фруктами. И закончилась, персики по шестьдесят пять. Укропчик. Наверное, возьмем укропчик. Вазелик такой красивый. Все красивое. Огурчики. А почему? Шестьдесят, сладенькие. Дайте килограмм. Без обмана. Спасибо. Мы на этом месте стоим. Вы придете спорить. Спасибо большое. Да, видно, домашний. Все купила, кроме фруктов. А пришла за фруктами. Ну, представляете, бывает же такое. Приходишь за фруктами, покупаешь там, смотри, укропчик стоит. Женщина такая хорошая. Продает. Надо было купить. Там стоит, продает. Такие хорошие люди огурцы. Тоже, думаю, надо купить. Ну, что? А почему малина? 150 кг. Дайте одну. Так, что нам тут купить? А вот это какой виноград? Да. Дайте сладкий, да? Килограмм. А персики почем? А персики почем? Посмотрите, нравится? Да. Килограмм. Пирсики разные. Есть 80 кг. Есть 100 гривен. Такие 100 гривен. Угу. Такие 100 гривен. Вот еще клубника продается. А клубника по чем? Клубника. Есть по 200 гривен. Есть 220 и 250. Угу. Тешка полтора много, да? Угу. Продолжение следует...